Служение Дерека Принца представляет Дерек Принц говорит на тему Освобождение и демонология Первый урок заглавлен Как я всерьез столкнулся с бесами Это первая из серии проповедей по демонологии В качестве введения к своей проповеди Я хотел бы прочитать вам один стих Из книги пророка Иеремии Иеремия, глава 6, стих 14 Когда я первый раз прочитаю этот стих Вы, может быть, не вполне поймете Как он относится к теме демонологии Но я прочитаю его и постараюсь объяснить Как я увязываю его с этой темой В стихе читаем следующее Врачу раны народа моего легкомысленно Говоря, мир мир, а мира нет Это Божье обвинение в адрес Религиозных лидеров и священников Того времени в том, что они утверждали, будто исцеляют его народ Но исцеление не было подлинным Как сказано в русском синодальном переводе Они врачуют раны народа моего легкомысленно Смысл этих слов поясняется следующим далее текстом Говоря, мир, мир, а мира нет Другими словами, у них была религиозная наружность Религиозный язык, служение в храме Но у них не было того настоящего внутреннего переживания Которое Бог ожидал увидеть у них У них не было того глубокого мира Который приходит через истинную веру в Бога И послушание Его слову И на протяжении многих лет служения я понял Что это относится к огромному множеству тех Кто называет себя христианами Они не имеют того, что утверждают, будто имеют это Они не обязательно не искренне Но они выросли на гимнах о мире и радости Их церковь или динаминация учит их Что у христиан есть мир и радость Некоторые из них даже обучены идти к людям И свидетельствовать, что имеют мир и радость Но на самом деле их раны были залечены лишь легкомысленно Вот маленькая иллюстрация Несколько лет тому назад я был в Окленде, в Новой Зеландии Где останавливался в баптистской семье Хозяйка дома была учительницей в воскресной школе для взрослых В этот класс ходила одна медсестра, которая была неверующей Но она посещала класс потому, что интересовалась И действительно искала Бога И там говорили о том, что делает Евангелие Как оно дает людям мир, радость и победу И однажды эта медсестра встала и сказала Знаете, сказала она Когда мне не нужно будет ходить на дом к членам вашей церкви И давать им в огромных количествах успокаивающие средства и таблетки Я поверю в мир и радость, о которых вы говорите мне, что у вас они есть Но когда ваши люди живут на успокоительных средствах и таблетках У них не может быть всего того мира и радости, о которых вы учите И я думаю, что это очень уместная критика Христиане приучены верить, что у них что-то есть Они говорят так, как будто что-то имеют Они пытаются выглядеть так, как будто что-то имеют Они даже чувствуют себя виноватыми, если на самом деле не имеют этого Они по-прежнему должны напускать на себя такой вид, потому что именно так люди ведут себя в церкви Но почему-то глубоко внутри у них нет чего-то настоящего и реального О чем они говорят, что будто имеют Во время Второй мировой войны я служил в британских вооруженных силах в медицинском отряде Я был не ахти каким специалистом, но я усвоил два урока, которые очень живо сохранились в памяти Один из них произошел в африканской пустыне, когда в приемный покой принесли солдата с ранением плеча От осколка шрапнели, в результате разорвавшейся недалеко от него бомбы Солдат разделся до пояса, и на плече у него было что-то вроде маленького с небольшим почернением отверстия И я, будучи по идее медиком, подошел к врачу-медицинскому офицеру и сказал Сэр, принести дезинфицирующую повязку Он ответил, нет, этого делать совершенно не нужно Он сказал, принесите мне зонт Зонт в те дни представлял собой длинную серебряную палочку Врач посадил солдата на стул и вставил зонт в рану Некоторое время осторожно шевелил им, и вдруг солдат подпрыгнул от боли Доктор сказал, вот теперь принесите мне пинцет Я принес ему пинцет, он пинцетом вытащил осколок и очистил рану Теперь, сказал он, можете принести мне дезинфицирующую повязку Позже он сказал мне Понимаете, если бы вы просто наложили повязку, не вынув осколок Он прошел бы глубже и вызвал бы много осложнений А запомнил я этот случай, потому что увидел, как был глуп Но с тех пор этот случай много раз приходил мне на память Во время работы с людьми И я думал, как часто служитель Евангелия накладывает повязку на рану Прикрывая ее Но не удаляя в действительности то, что является причиной проблемы Таким образом, в служении, прежде чем накладывать повязку Мы должны выяснить, что это там внутри Что на самом деле порождает болезнь, нечистоту, раздражение Что угодно Боль Мы должны удалить это, даже если человеку и будет очень больно в тот момент, когда мы дотронемся до этого маленького корня, являющегося источником проблемы И я понял, что это справедливо и в духовном служении Значительная часть того, что называется проповедью и личным служением во вспоможении людям Это накладывание повязки на рану, из которой сам объект, вызывающий проблему, вынут не был И Господь показал мне за последние годы, что подлинная сила, порождающая духовные нужды и внутренние проблемы Это злой дух И нам нужен зонт распознания Нам нужен пинцет освобождения Прежде чем мы сможем забинтовать это и сказать Это действительно исцелено И я должен засвидетельствовать на основании опыта Что на протяжении многих лет видел столько этих перевязок без выявления их на свет очищения и обработки Что меня тошнит от них И я отлично могу понять Божьи обвинения против религиозных лидеров тех дней Врачуют раны народа моего легкомысленно Говоря, мир, мир Накладывая повязку А мира нет И я хочу сказать вам сегодня Что в большинстве христианских собраний Очень мало настоящего мира Очень мало людей, которые обладают абсолютным спокойствием Очень мало истины, льющейся через край радости Можно увидеть много людей, пытающихся выглядеть хорошо, выглядеть счастливыми Можно увидеть немало проповедников И ведущих прославления Которые пытаются заставить людей чувствовать себя счастливыми Не знаю как вас, а меня никто не делает более несчастным, чем тот Кто пытается заставить меня почувствовать себя счастливым, когда я несчастлив И я это называю прикрытием раны Легкомысленным лечением И я убежден, что Бог больше не будет терпеть ничего подобного Подлинная коренная причина большинства духовных и личностных проблем Заключается в злых духах Или бесах В нижеследующих уроках я попытаюсь немного рассказать о сущности и делах бесов или злых духов Я прочитаю слова Павла в первом послании к Коринфянам 9 главе 26 стихе Рассказывая о своем собственном служении, он говорит Я бегу не так, как на неверное Бьюсь не так, чтобы только бить воздух Понимаете, неопытный боксер размахивает кулаками Но все, что он бьет, это воздух Он тратит много энергии У него может даже создаться впечатление, что он многого достигает Но на самом деле он не наносит своему сопернику совершенно никакого вреда И опять-таки Так много христианского служения и деятельности на самом деле является битьем по воздуху Это размахивание словами, проповедями и молитвами Но если не знать истинной природы Место расположения и деятельности своего врага То тогда нанесение удара по нему Это счастливое случайное совпадение Повторяю Подлинный источник глубоких, затянувшихся личных проблем в большинстве случаев Это бесы Или злые духи И до тех пор, пока мы не обнаружим их Не осознаем и не признаем их присутствия Не будем знать, как они действуют И как обращаться с ними Мы в основном действуем, как тот, кто бьет по воздуху Я хочу уделить некоторое время тому, чтобы говорить на основании личного опыта Господь спас меня чудесным образом по своей милости В 1941 году В армейском бараке среди ночи Через две недели Он крестил меня Духом Святым В том же самом бараке И сразу же, вслед за этим, Он призвал меня служить Ему С того момента я знал, что моя жизнь принадлежит Богу И что у Него есть план для меня И что Он приведет его в исполнение В 1946 году я был демобилизован из британской армии в Палестине И стал сразу тем, кого называют служителем И миссионером для еврейского народа в Израиле Позже я стал пастором Потом я был миссионером в Африке Но с 1946 года и по сей день я нахожусь в так называемом полном христианском служении Я сотрудничал с евангельскими и пятидесятническими группами из пяти стран Швеции, Дании, Британии, Канады и Соединенных Штатов И я проповедовал на четырех или пяти континентах Так что у меня нет недостатка в опыте И с того дня, как я узнал о спасении, крещении в Духе Святом, божественном исцелении Я проповедовал обо всем этом Я проповедовал полное Евангелие Я знал о рождении свыше Я знал о крещении в Духе Святом Я знал об исцелении больных Еще во время войны я пролежал около года в госпитале И вышел оттуда только потому, что открыл для себя Что божественное исцеление действует И что я могу доверить Богу исцеление моего тела точно так же Как я доверил ему спасение моей души Я также верил, что знамения в мире указывали на близость второго пришествия Христа Я проповедовал и свидетельствовал также и об этом И я на самом деле верил, что проповедую полное Евангелие Я проповедовал все, что считал нужным И я видел результаты Я постоянно видел, как люди спасаются Я видел, как многие исцеляются Я видел, как многие получали крещение в Духе Святом Пять лет мы с женой прослужили миссионерами в Восточной Африке И нас там ценили, как успешных миссионеров Но когда в конце 1961 года мы вернулись в Европу Мы приехали в Данию И какое-то время я проповедовал там очень мало Господь начал глубоко работать со мной Господь очень ясно проговорил ко мне Но вот ты проповедовал так много лет Ты был миссионером в двух странах Ты был пастором Ты директор колледжа Ты член динаминации Он перечислил все очень конкретно И затем задал следующий вопрос Ты удовлетворен или хочешь идти дальше? И этот вопрос по-настоящему встревожил меня И знаете, первая моя реакция И мне стыдно это говорить, была Ну а разве существует что-нибудь еще кроме этого? Я проповедую полное Евангелие Можно ли еще что-нибудь проповедовать? Да, я знал, что в Библии еще есть много такого, чего я не понимал Но я не чувствовал, что эти вещи были неотложными Практически важными истинами Которые проповедник должен доносить до людей ежедневно Но раз Господь сказал, ты хочешь идти дальше Господу, очевидно, казалось, что есть куда идти дальше Я на жизненном опыте научился ничего не говорить Богу поспешно Никогда не говорите Богу что-то, что вы на самом деле не имеете в виду Потому что Он будет спрашивать с вас по вашим словам Итак, я в очень длинных выражениях сказал Господи, дай мне немного времени, и я отвечу тебе Примерно через три дня я снова заговорил с Господом Я сказал, у меня готов ответ Затем я сказал, нет Господь, я не удовлетворен Если есть впереди еще что-то, Боже, прости меня за такие слова Но я сказал, если впереди что-то есть, я хочу идти вперед И знаете, когда я сказал, я не удовлетворен Я впервые осознал, как сильно на самом деле я был не удовлетворен И для многих христиан, в особенности для проповедников Должен наступить момент истины Когда ты смотришь лицо тому факту Что результаты, достигнутые тобой, это не то, что ты хотел достичь Многие проповедники приходят к такому моменту И тогда дьявол говорит Ну все делают то же самое Это все, что может быть Больше нет ничего Больше ничего нельзя узнать Ты просто должен продолжать идти таким путем Да, это правда, что в дни апостолов все было по-другому Но эти дни ушли И я на самом деле очень часто действовал так, как будто дни апостолов ушли Я сказал, Господи, я готов идти дальше И с того момента рука Божия начала менять мой жизненный путь И обернулось все совсем не так, как я ожидал Через год Господь перевел меня в Соединенные Штаты Этого не было в моих планах, но это было в Божьем плане И через несколько месяцев я начал понимать Что Бог вел меня через то, что я называю курсами повышения духовной квалификации И я должен сказать, что они были весьма основательными Он не жалел времени Он возил меня через полконтинента и обратно Чтобы я усвоил всего один урок Он открыл мне различные места в Новом Завете Которые я раньше никогда не понимал или не умел применять И среди них было то, как обращаться с бесами Как пятидесятнический проповедник Я всегда верил в существование злых духов Они описаны в Библии Часто я оказывался припертым в углу в неприятной ситуации Когда должен был признать, что передо мной находился человек со злым духом И как большинство людей я воображал Что если буду кричать достаточно громко Что-то может произойти И бывало так, что что-то происходило Но это были очень редкие, необычные и неприятные случаи И я старался избегать их Более того, из-за своей связи с пятидесятниками Я сделал предположение, которое делает большинство пятидесятнических верующих Что когда ты получил крещение Духом Святым Для злых духов не существует никакой возможности находиться в тебе И ты никоим образом не можешь нуждаться в освобождении от злого духа Я никогда не слышал, как кто-нибудь когда-нибудь говорил проповедь об этом Или доказывал это писание Но это мнение было общепринято И я тоже думал так же В результате этого Я, оглядываясь на свое прошлое служение Могу понять, что ко мне приходили такие люди На нужды которых я ответить был совершенно не способен Из-за того, что не мог распознать источник Был молодой человек, который получил спасение на уличном собрании, где я проповедовал Он пережил очень серьезное обращение Был крещен Духом Святым И стал очень ревностным, посвященным Господу труженикам Настолько ревностным и посвященным Что этими своими качествами он вызывал у большинства стыд Но у него была одна помеха, очень стеснявшая его Определенная форма похоти И он никогда не мог одержать окончательные победы над ней И он приходил к нам с женой и просил Помолитесь со мной И я помню, как однажды мы молились с 10 часов вечера до 2 утра И он стал говорить Это уже оставляет меня Оно оставляет меня Не прекращайте молиться Я чувствую, оно в моих пальцах Оно уходит Если бы сейчас я услышал такое Я бы знал тотчас же, что надо делать Но в то время эти слова ничего не значили для меня И поэтому, хотя мы молились еще час Мы так и не освободили этого молодого человека Я встречал его годы спустя У него была та же самая проблема Посвященный, искренний христианский работник Но в его жизни была одна область, в которой у него так и не было окончательной победы И конечно, это очень сильно сказывалось на всем его свидетельстве Был также еще один мужчина, еврей из Германии Я по-особенному люблю еврейский народ И особенно радуюсь, когда еврей находит Христа Этот человек нашел Христа И сделал смелое, открытое исповедание Что для еврея нелегко Я узнал немного о его прошлом Из всей его семьи, жившей в Германии Уцелели только он и его старший брат Все остальные члены семьи Отец, мать, братья, все остальные родственники Погибли в гитлеровских газовых камерах Во-вторых, он был вторым ребенком в семье И его мама хотела девочку И когда оказалось, что этот ребенок мальчик Она просто не принимала тот факт, что он был мальчиком До тех пор, пока ему не исполнилось лет 15 Она одевала его и вообще обращалась с ним, как с девочкой Если бы сегодня я встретил человека с такими двумя фактами из прошлого Я бы немедленно знал, по крайней мере, об одном бесе, которого надо изгнать Но тогда нет Он был спасен, крещен Духом Святым Я слышал, как он молился на языках Прекрасный помазанный иной язык Но он, бывало, приходил ко мне и говорил Когда вы, наконец, изгоните из меня этого дьявола И он рассказывал мне о том, что этот бес заставлял его делать Он даже наносил сам себе телесные повреждения Он просовывал пальцы в дверь и хлопал дверью по пальцу И хотя об этом говорить неприятно Бес заставлял его пить собственную мочу в виде формы самоистязания Если бы сегодня я встретил кого-то, кто рассказал бы мне такое Я тотчас же понял бы суть проблемы Он говорил, изгоните этого беса из меня Я отвечал, вас не может быть бес, вы крещены Духом Святым Я слышал, как вы говорите на языках Сейчас я понимаю, что из-за моего тогдашнего предубеждения Я был не в состоянии видеть, а потому не в состоянии и послужить нужным этих людей Именно в этот период, который я называю курсами повышения духовной квалификации Бог учил меня на эту тему Злые духи и как с ними обращаться И он поставил меня лицом перед фактом В котором не будет сомневаться ни один человек Которого признать простые и очевидные факты Масса людей, крещенных Духом Святым Нуждаются в освобождении от злых духов Сейчас я хочу кратко рассказать вам один-два примера Которые заставили меня взглянуть этому факту в лицо Я приведу всего два примера из числа многих Но эти примеры всегда очень живы у меня в памяти В 43-м, в 46-м годах я служил пастором Пятидесятнической церкви в Соединенных Штатах И однажды мне позвонил бывший баптистский пастор Мое тогдашнее представление о баптистских пасторах Отличалось от того, какое оно сегодня Тот человек был крещен Духом Святым По этому причине он больше не служил пастором баптистской церкви Но он раньше был баптистским пастором И он сказал У меня есть одна женщина, которой нужно освобождение от злых духов Но прежде всего для меня было неожиданностью услышать такое заявление Из злых баптистского служителя Затем он сказал Она крещена Духом Святым Это было еще более удивительно И потом он сказал Господь показал мне, что вы и ваша жена Должны быть инструментами для освобождения И оно должно произойти сегодня Никогда раньше мне никто такого по телефону не говорил И я не позволяю людям использовать их откровения Для того, чтобы диктовать мне, что делать Поэтому я быстро, не отходя от телефона, обратился к Господу Господь, что это? Должен ли я заняться этим? И мне показалось, что Господь сказал Да, все в порядке Я ответил Хорошо, приводите женщину Итак, мы с женой приготовились Тем временем к нам зашли двое пресвятыриан Муж и жена Которые тоже получили крещение Духом Святым Они просто зашли к нам в гости Я сказал Садитесь, оставайтесь и посмотрите, что будет происходить Пришел баптистский пастор с этой женщиной На мой взгляд, ей было около 35 лет Позже я узнал, что она была матерью троих детей Выглядела она, как самая обычная американская домохозяйка Этот баптистский пастор перешел к делу очень быстро Он сказал Она освобождена от духа никотина, но есть еще другие Я сидел беспристрастный Наблюдал и решил не участвовать в этом, но и не отвергать этого Я очень твердо хочу сейчас сказать Что то, что там делалось Это ни в коем случае не образец, который я рекомендую Ни в коем случае Я просто рассказываю вам все, как было Так вот Он затем начал буквально возбуждать бесов в этой женщине Да, именно это он начал делать Он приказал сатане проявить себя И через некоторое время у женщины появилась определенная реакция Я сидел там и наблюдал за ней Через какое-то время ее облик изменился Начала проявляться другая личность И в центре каждого глазного яблока появился зеленовато-желтый яркий блеск И я увидел, что это уже была недобрая домохозяйка среднего класса Но у этого проповедника, как и у многих других, было мнение Надо сказать неправильное Что на бесов можно произвести впечатление криками Это не так Все, что вы делаете, это тратите много сил и энергии Которые лучше использовать иначе И он кричал на то, что находилось в этой женщине Но ничего не добился, кроме того, что бес показал свое присутствие Поэтому я подумал про себя Что ж, если это может сделать он, это могу сделать и я И я должен поблагодарить Бога за то, что имел основательное, фундаментальное знание Писания Я рад, что оно было у меня прежде, чем я столкнулся с этим И все, что я делал Все, что происходило, я сверял в своем уме с Писанием Поэтому я знал теоретически Что если буду приказывать бесу во имя Иисуса Он должен будет подчиниться мне Я знал это из Евангелия от Луки 10 главы 17 стиха Бесы повинуются нам об имени твоем Так что я встал напротив женщины и сказал Ты злой дух, который в этой женщине Я говорю тебе, а не женщине Как твое имя? Во имя Господа Иисуса Христа я приказываю тебе ответить мне И ответ вышел немедленно Одним слогом, как шипение змеи Ненависть И весь облик женщины и ее позы выражали настоящую черную ненависть За всю свою жизнь я никогда не видел у кого-нибудь в глазах такой ненависти Ну ладно, имя я узнал, но я не знал, что мне делать дальше Надо сказать, что во всем дальнейшем я был руководим одной мыслью Чего бы не захотел дьявол, я хочу обратного Если он скажет одно, я скажу противоположное Да, хочу сказать, что все это происходило в присутствии четырех или пяти надежных свидетелей Каждый из которых готов засвидетельствовать сегодня о том, что происходило Так вот я подумал, что делать дальше И сказал Во имя Господа Иисуса Христа, ты без ненависти выйди из нее И этот наглый голос, который был совершенно не похож на голос женщины, сказал следующее Это мой дом, я прожил здесь 35 лет и я не уйду И опять сказал про себя Это по Писанию, Матфея 12 глава Иисус сказал, что нечистый дух назвал человека, в котором он жил, своим домом Я сказал, ты выйдешь И после этого началось что-то вроде психологической войны Я должен был отвоевывать у этого беса каждый шаг И то, что я пишу очень коротко, фактически заняло у нас пять часов Итак, я сказал Во имя Господа Иисуса Христа, ты уйдешь Он сказал, я не уйду Я сказал, ты уйдешь И я постепенно понял, что чем больше я цитировал Писание и употреблял имя Иисуса Тем больше власти я приобретал над этим демоном И поэтому через некоторое время он начал торговаться со мной и сказал Если я выйду, то потом вернусь Чтобы он не говорил, я говорил обратное Поэтому я сказал, нет, ты выйдешь и останешься снаружи Какое-то время мы спорили об этом Потом он спустился на одну ступеньку ниже и сказал Даже если я выйду, здесь мои братья, и они убьют ее Я не знал ничего о его братьях, но готов был дать отпор на все Поэтому сказал, нет Первым выйдешь ты, а твои братья выйдут вслед за тобой И я обратил внимание на сообщение о том, что там их больше, чем один Мы спорили об этом, и потом он сказал, ладно Даже если мы выйдем из женщины, у нас есть ее дочь, и мы убьем ее Я не знал, что у женщины есть дочь Но сказал, вы сначала выйдете из женщины, а потом из ее дочери После этого тактика его изменилась Без всякого предупреждения руки женщины вдруг поднялись вверх И она начала душить себя своими собственными руками И это была не игра Ее лицо побагровело, глаза начали выходить из орбиты Тогда мы вместе с братом-предсветарианцем, который был выше и массивнее меня Встали и с трудом смогли оторвать руки женщины от ее горла Ее сила была абсолютно сверхъестественной Все это время внутри меня было очень сильное давление, как в накачанном воздушном шаре Который сталкивался с этим духом женщины Но в какой-то момент что-то произошло Изо рта женщины вышел шипящий звук Ее голова упала вяло вперед Тело ее расслабилось И это давление внутри меня упало Я знал, что бес вышел Но вскоре женщина опять напряглась И я понял, что это произошло из-за братьев, как назвал их тот бес Как я сказал, этой процедурой мы занимались пять часов И это была очень утомительная процедура Поэтому, когда кто-то из нас уставал Вместо него вставал следующий Поэтому за все это время Каждый из нас попробовал свои силы в изгнании бесов Первый бес, назвавший свое имя, был ненависть Следующий, если я правильно помню Был страх Затем были Гордость, зависть и самосожаление Это было откровением для меня Жалость к себе – это бес И я немедленно начал понимать Многие ситуации в своей жизни и других людей Когда осознал этот факт К тому времени прошло около четырех часов Женщина очень утомилась Когда мы разобрались с самосожалением Я заставил назвать свое имя следующего беса И он сказал Прелюбодеяние Тогда я не понял этого Но сейчас я очень хорошо знаю Что есть такие бесы, которые толкают женщин к половой распущенности И позвольте сказать Что эти бесы, вроде Прелюбодеяния Приходят не обязательно из-за того, что женщина уже была неверна своему мужу Они приходят, чтобы заставить женщину изменить мужу Или мужа изменить жене Мы еще не закончили И я заставил следующего духа назвать свое имя И он сказал Смерть Я немедленно подумал Как такое может согласовываться с Писанием И тут мне на ум пришло откровение Шестая глава Конь, всадник на котором Назывался Смерть И я понял, что смерть – это не просто состояние Это личность Я не рекомендую беседовать с бесами Или советоваться с ними Но задавать им вопросы И заставлять их отвечать – это по Писанию И как я уже говорил, я не утверждаю, что все, что я делал, является образцом Которому надо следовать Но я сказал этому духу смерти Когда ты вошел в эту женщину И он сказал Около трех с половиной лет тому назад Когда она едва не умерла на операционном столе Позже я спросил об этом женщину И это оказалось правдой Она оперировалась и почти что умерла на операционном столе И с тех пор я понял Что если человек серьезно болен Или перенес тяжелую операцию Очень часто в это время в него входит дух смерти И человек, принявший духа смерти Может запросто умереть без всяких физических факторов Могущих вызвать смерть И я с тех пор получал подтверждение об этом от врачей Сталкивавшихся с подобными вещами Мы встали против этого духа смерти И он в конечном счете вышел Когда он выходил Ее лицо стало как у мертвеца На нем нигде не было никакого цвета Оно было восковое и холодное И когда дух вышел Она лежала на полу навзничь на спине И любой, кто вошел бы тогда в комнату Немедленно сказал бы На полу лежит мертвая женщина И я тогда вспомнил о мальчике С которого Иисус изгнал дух эпилепсии Люди говорили о нем, что он мертв Но Иисус сказал, что он не умер И поднял его Женщина лежала в изнеможении около 10 минут А зачем начала славить Господа и молиться на языках? Она говорила на языках и раньше И я останавливал ее Потому что Бог показал мне Что когда она говорила на языках Злые духи не могли выйти через ее горло Они не могли перейти через этот барьер Это не какое-то традиционное Пятидесятическое учение Просто так иногда действительно бывает Прошло 5 часов Мы думали, что битва была выиграна Если бы это произошло сегодня Я сразу же знал бы, что этой женщине требуется еще служение И дальнейшее наставление в том Как защитить себя Потому что сатана наверняка не оставит ее в покое Но мы об этом тогда не знали Примерно в середине следующей недели Она позвонила нам с женой и сказала Что некоторые из них пытаются вернуться Не придем ли мы с женой и не навестим ее И мы приехали к ней домой И начали разговаривать с ней И ее младший ребенок, девочка лет 6 Была там же Это был худенький, несчастный, застенчивый ребенок Который никогда не будет смотреть вам в глаза Неважно, как бы вы ни смотрели на него Он просто не может смотреть вам в глаза И она считала, что в школе отсталой Спустя некоторое время я сказал этой матери Я знаю, что дьявол не всегда говорит правду Но когда он сказал, что они возьмут твою дочь Он, видимо, говорил правду Она спросила, не помолимся ли мы за ее дочь Я ответил, что, конечно, мы сделаем это Она назначила нам время И точно через неделю, в субботу Они приехали к нам со своей дочерью Примерно те же люди присутствовали Брат-пресвятырианец с женой Я не думаю, что баптистский служитель Был там во второй раз Примерно 3 или 3,5 часа Мы проходили ту же самую процедуру С 6-летней девочкой Какую до этого проходили с своей матерью Злые духи захватили ее Ее лицо и ее жестикулировали Они говорили через ее уста И я повернулся к матери и спросил Это ли голос вашей дочери Она отвечала, что это даже и примерно Не похоже на голос ее дочери И некоторые из тех духов, которые были в матери Оказались в дочери Ненависть был первым Я не помню всех их Но я отчетливо запомнил, что последним из них Опять был дух смерти И когда этот последний дух смерти вышел Девочка вытянулась на полу, подобно ее матери И выглядела трупом Я не мог следить дальнейшим за ее состоянием Но два года спустя Эта девочка успешно училась в школе И не считалась больше отсталой И это было положительное свидетельство перемен Которые произошли Этот опыт по-настоящему Раз и навсегда открыл мои глаза Я видел реальность злых духов Я видел их точно так, как они описаны в Новом Завете И они вели себя таким же образом И Новозаветный путь обращения с ними Был единственным эффективным путем Тогда я проповедовал моему собранию Которое было хорошим пятидесятическим собранием И я начал смотреть на свою общину в Новом Свете Я увидел такие вещи и такие действия тех сил Которые никогда раньше не понимал Поэтому я подумал Им тоже нужно освобождение И я начал этаким окружным путем проповедовать об освобождении Должен вам сказать, что такой стиль проповеди вокруг да около бесполезен Проповедники, никогда не говорите намеками Потому что их всегда воспримут не те люди Вы намекаете на то, что не нужно шуметь И тот, кто шумит, не слушает вас Но какая-нибудь тихая, как мы, женщина Которая никогда не раскрывает та Понимаете? Если у вас есть что-то сказать отдельному человеку Говорите это этому человеку, а не группе людей Это просто к слову Так вот, когда я начал проповедовать об освобождении пятидесятникам Они откинулись на спинке сидений С этакой снисходительной улыбкой Думая про себя Наш пастор тронулся Но он всегда помогал нам И он в конце концов придет в себя Кто же знал, чем все это закончится Однажды в воскресенье утром на служении Я выбрал на проповеди текст из книги пророка Исаии 59 главы, 19 стих Если враг придет, как река от дуновения Господа прогонит его Эту проповедь записывали тогда на магнитофон, хотя я не знал этого Пленка сохранилась до сих пор Она есть у меня Так что все, что я говорю, можно подтвердить Я прослушал эту запись впервые, только через шесть месяцев Мне было интересно послушать себя Потому что примерно через 15 минут после начала проповеди Святой Дух сошел на меня необычным образом И я начал говорить то, чего говорить не планировал Более того, мой голос изменился Так что я слушал себя с интересом И я стал во время проповеди необычайно смелым Темой моей проповеди было то, что независимо от действий дьявола Последнее слово всегда остается за Богом И Бог начал давать свои мысли в мой разум Я сказал, у Египта были волхвы, у Бога был его Моисей И у Ваала были его пророки, а у Бога был его Илья И затем мне пришла такая мысль Когда Бог хотел показать Аврааму, каким будет его семя Он вывел ее темной ночью и показал ему звезды на небе И сказал, таким будет твое семя И я сказал людям, мы семя Авраамова, поверив в Иисуса Христа И мы как звезды Когда светят все остальные светила, звезд не видно Но когда всякий другой свет отсутствует, тогда звезды сияют ярче всего И вот так будет в конце этого века Когда всякий свет исчезнет, темя Авраамова, поверив в Иисуса Христа, будет сиять как звезды Интересно знать проповеди, которые дьявол не любит И я вам скажу, что это идет в его списке под номером один Я как раз подошел к этому кульминационному моменту и произошло самое неожиданное На первом ряду сидела женщина, которая каждое воскресенье утром в группе прославления играла на пианино Она была дочерью пятидесятнического пастора, замужем за пятидесятником, учащимся в библейской школе Ее двоюродный брат был служитель Она выросла среди пятидесятников, знала с малых лет о спасении и окрещении в Духе Святом Она была образцом И когда я дошел до этого места своей проповеди, она издала длинный леденящий кровь-крик Это записано на пленке, так что мне нет нужды приукрашивать Она вскинула руки вверх и бросилась на пол совершенно не по-женски И вот я после только что произнесенной проповеди о том, чтобы не делал дьявол, последнее слово остается за Богом Поэтому мне нужно было либо доказать это, либо перестать проповедовать И я решил доказать Скажу вам, что я ни на миг не допустил мысли о том, чтобы дать задний ход Но я подумал, что мне понадобится помощь Поэтому я окинул взглядом собрание, увидел свою жену На нее можно было рассчитывать, это я знал Я подумал, может быть нам понадобится еще один или пара человек Я взглянул на членов своей церкви, хороших пятидесятников И честное слово, среди них не было ни одного, кто смог бы даже цикнуть на беса Но пресвятерианская семья, которая участвовала в двух предыдущих битвах вместе с нами Была там, и я знал, что они понимают то, что происходит Поэтому я сказал, чтобы эти брат и сестра подошли и помогли нам И вот мы четвером встали вокруг этой женщины, продолжавшись крутиться и стонать на полу И эта пресвятерианка, ее никогда не забуду Когда дело доходило до бесов, она становилась как терьер, охотящийся на крысу Она ничего не ждала Она начала прыгать на месте и сказала «Эй, ты дух, который в этой женщине, как твое имя?» И из этой глотки этой женщины раздался грубый мужской голос Сказавший «Мое имя» и ничего больше Я подумал, раз это может сделать пресвятерианка, то я тоже могу Поэтому я встал напротив того духа и сказал «Во имя Иисуса Христа я обращаюсь к тебе, а не к женщине, как твое имя?» Он сказал «Мое имя» и ничего больше Тогда я сказал «Ты обязан ответить мне, ты подчинен мне» И после некоторой психологической борьбы он внезапно сказал «Мое имя – ложь» Он сказал «Это так громко, что все сидевшие в церкви подпрыгнули и шлепнулись на сиденье С таким стуком, что можно его было услышать снаружи И я сказал про себя «Это по Писанию» Третья книга Царств, 22 глава «Лживый дух склонен ко лжи пророка Фахава» Я сказал «Ты, лживый дух, во имя Иисуса выйди за этой женщины» И затем начались 10 минут самой интенсивной борьбы Которую я только могу припомнить за всю свою жизнь Духовной, умственно-физической Это была тотальная битва Этот бес игнорировал нас Он отказывался выходить Но я знал, что он должен выйти И примерно через 10 минут он вышел из женщины с длинным громким ревом Похожим на звук проходящего мимо скорого поезда И когда он выходил, женщина высунула язык Он был голубоватого цвета и вертелся, как змея И когда дух вышел, рев прекратился И женщина рухнула на пол, как мешок Я знал, что дух вышел Но я также знал, что в ней были еще духи Бог был так благ Он дал мне несколько уроков сначала в классе Прежде чем выпустить меня в люди Иначе было бы все просто глупо Слава Богу, наша сестра освободилась В то же время я сразу понял, что в ней было еще много бесов Но я почувствовал, что для утреннего служения этого уже было достаточно Поэтому я сказал казначею, который подвернулся мне под руку Отведите, пожалуйста, сестру в офис Тогда я смогу продолжить проповедь Казначей и брат-пресвятарианец отвели женщину в офис А я вернулся за кафедру Я проповедовал кругом глазам и открытым там И мне никогда больше не пришлось спорить с этими верующими о бесах Спорить просто было больше не о чем Моя жена ушла с той женщиной в офис И вскоре оттуда послышались глухие удары Моя жена просула голову в открытую дверь и сказала Иди сюда быстрее, пожалуйста Я знал, что моя жена не любит паниковать Значит, там происходило что-то такое, что требовало моего присутствия Поэтому я сказал людям Я заканчиваю свою проповедь А вы можете либо остаться в церкви и молиться Либо идти домой, как хотите Я спустился с платформы, чтобы идти в офис И ко мне подошла мать той женщины, которая устроила все это представление Очень благочестивая верующая И сказала Мистер Принц, это была наша дочь? И знаете, я не знал, что ответить Я подумал, должно быть, это была она На том сидении был только один человек Но весь облик и поведение женщины изменились полностью Так что я не осмелился сказать да Я сказал Думаю, это должна была быть она Там больше никто не сидел Тогда эта женщина спросила Можно ли мне пойти в офис вместе с вами? Я сказал, разумеется Она вместе со своим мужем, отцом этой девушки, вошли Затем вошел муж девушки Он тоже был на собрании Когда мы зашли в офис Там все было не так, как должно быть в офисе пастора Девушку держали за руки казначей-пресвитарианец И всякий раз, когда ее удавалось освободить руку Она срывала с себя одежду Если она не могла сорвать свою одежду То срывала ее с других людей Когда я увидел эту сцену, то подумал Вот так проповедники-пятидесятники попадают в беду Я сказал семье Отцу, матери и мужу Если вы хотите отвезти эту молодую даму к психиатру Я совершенно не возражаю Но я не буду больше делать ничего Если только вы все не заверите меня в том, что хотите, чтобы я разбирался с ней Они все немедленно сказали Мы хотим, чтобы вы разбирались с ней Я сказал, в таком случае всем, кроме моей жены, членов семьи И меня нужно покинуть офис Все ушли Тогда мать девушки начала рассказывать мне, что она еще раньше хотела договориться о встрече Чтобы поговорить со своей дочерью и ее мужем Потому что их совместная жизнь начала двигаться в очень странном направлении Я не хочу рассказывать подробности, но та женщина была медсестрой и смогла рассказать обо всем очень корректно У этой женщины и ее мужа развивалось странное извращение Нечтое такое, чего никак нельзя было ожидать от пятидесятической пары Я подумал, пора молиться И не смог молиться И затем выяснилось, что эта молодая женщина была влюблена в брата своего мужа И что они писали друг другу письма, которые бывали хорошего содержания А бывали и несколько иного содержания И в этот момент одно из писем, адресованное брата и мужа, было у нее с собой Я сказал, это грех И если вы не отречетесь от него, как от греха Я не буду молиться за вас, потому что я не могу молиться за вас, если вы намерены продолжать эти отношения Если вы отречетесь, то отдайте мне это письмо И я порву его у вас на глазах Потребовалось 10 минут, чтобы убедить эту женщину, что она должна это сделать Она дала мне письмо, я порвал его и выбросил в мусорную корзину Потом я подумал, поскольку она женщина, лучше будет, если за нее помолится моя жена Но затем Бог очень ясно каким-то образом показал мне, что этим заняться должен я Я высложил свою руку на женщину, и как только я прикоснулся к ней, она тяжело села на пол И затем Господь показал мне, что я, и я опять не могу объяснить, как Что единственное положение ее тела, в котором она сможет получить освобождение Это когда ее туловище будет наклонено вперед Я начал приказывать злым духам выходить, и они пошли один за другим, называя себя И у некоторых из них были очень нечистые сексуальные имена И вот что, когда они выходили из ее тела, каждый выходил явным образом Это произошло примерно в полдень, а примерно в 2 часа дня, насколько я мог следить за временем, вышел последний дух И когда он вышел, женщина была в полном изнеможении, как тряпка Она просто грустно повалилась на пол и пролежала примерно 10 минут Затем подняла руки вверх и начала славить Господа за освобождение Насколько я понимал, эта женщина была освобождена Но скажу вам одну типичную печальную вещь Она больше не вернулась в эту общину Она слишком стыдилась, чтобы вернуться И для меня в этом одна из трагедий современных церквей Мы такие правильные и приличные, что когда люди в самом деле попадают в беду, они не могут прийти к нам И я убежден, что правда о многих церквях в Соединенных Штатах Они как клуб для людей из средних слоев общества Люди, которым помощь нужна больше всего, даже и не подумают о том, чтобы идти в церковь за помощью После этого, мне никогда больше не нужно было убеждать мою общину в том, что крещенные духом христиане могут иметь злых духов И с того времени мы с женой начали служить по-новому Мы не избирали это, это было как взрыв, как лавина Люди приходили отовсюду, и большинство из них не приходили в церковь Они приходили к нам домой Откуда они узнавали наш адрес, я не знаю Но неделю за неделей подряд мы не ложились спать раньше двух-трех ночи Мы принимали у себя дома людей, беседовали с ними и молились за них В результате у меня у самого силы стали убывать И я вынес очень серьезный урок Если я не буду следить за своим собственным здоровьем и духовным состоянием То я не смогу никого освободить Мне самому понадобится освобождение И я тоже начал понимать, что такой путь разрешения этих ситуаций не был практичным Я вскоре открыл, что основание для освобождения человека Это хорошее наставление из Слова Божьего На то, чтобы дать человеку такое наставление, требуется примерно час На молитву с ним еще, скажем, минут 30 Другими словами, на каждого человека уходило полтора часа Поэтому если принимать 30 человек в неделю, это 45 часов Что по современным стандартам составляет рабочую неделю Более того, это крайне утомительно физически Поэтому я не знал, что делать Но Господь постепенно показал мне, что в этом нет необходимости Я не могу точно вспомнить, как я начал делать это Но я стал проповедовать об освобождении Вызывать людей вперед и наставлять их, как получать освобождение И затем видеть, как люди освобождаются Без всего дополнительного служения и молитвы Я отчетливо помню одну из первых ситуаций, в которой это произошло Это была международная конференция бизнесменов полного Евангелия В Конрад Хилтон Отеле в Чикаго в 1965 году Я вел дневное изучение Библии пять дней подряд И однажды я учил об освобождении Там присутствовало около 600 человек В конце я сделал призыв для тех, кто думал, что они нуждаются в освобождении И сразу же, как минимум 200 рук взметнулись в воздух Я призвал их выйти вперед и увидел около 200 человек Стоящих передо мною и нуждающихся в освобождении Что же делать, подумал я И в этот момент я увидел Если я дам им правильные наставления и буду молиться общей молитвой Они смогут получить свое собственное освобождение И со многими так и произошло Я по-прежнему могу встретить в Америке людей Которые говорят, что они были освобождены на этом служении Но я должен признать, что это было неприглядное зрелище Там была пара эпилептиков, которые упали на пол и корчились там Их женщины визжали И некоторые женщины убежали в панике в свои номера И сказали, что они не вернутся, пока я проповедую там И я должен согласиться с некоторыми из моих критиков Что это было довольно нестандартное служение И был еще пример освобождения на этой конференции В последний день, когда я не проповедовал об освобождении Мы занимались с одной женщиной И опять это был пятичасовой случай И я не считал Но женщина, которая присутствовала там и записывала Насчитала 72 имени злых духов Которые называли себя и выходили И мы знали эту женщину Она наш друг И она живет для Бога И это не была просто вспышка эмоций И она не тот человек, который мог бы ввести нас в заблуждение По поводу того, что происходило Некоторые из вышедших из нее духов были потрясающими Например, был один дух Дух фетишизма, который понимал язык Суахиле Я его знал по Восточной Африке Девушка никогда и близко не была в Восточной Африке И не понимала ни слова по Суахиле А этот дух знал о Восточной Африке И все, что нужно было знать Он мог назвать имена политиков Ответить на вопросы и так далее Итак, я многими путями получил Объективные доказательства того Насколько это серьезно и реально И затем я начал думать Правильно ли делать это при людях Это смущает некоторых Некоторые думают, что это неуместно На церковном служении и так далее Но я начал изучать служение Иисуса И мне стало совершенно ясно Что Иисус регулярно делал это в синагоге Он учил, а затем изгонял духов Во всех синагогах Галилеи И эти духи не были тихими Они кричали, они бросали людей на землю Давали пену у рта Они признавали его как Сына Божия И так далее Это не было похоже на чинное театральное служение Как некоторым хочется видеть синагогу или церковь Там было много действия Но я сказал себе тогда И говорю это и сейчас Если я смогу в чем-то достичь того же То в этом отношении мои желания будут удовлетворены Я могу лишь славить Господа за то, что в течение всех прошедших с тех пор лет Я видел без преувеличения тысячу людей Освобожденных от злых духов И я записал свидетельства более ста людей Самых разных Врачей, юристов, учителей Невежественных, эмоционально неустойчивых людей Которые не знают о чем говорят Они позаботились сами Без всякого моего нажима на них Записать и выразить Что для них означало освобождение Выразить свою благодарность Богу А также мне За принятие освобождения И я скажу следующее Из всех мучений От которых сегодня страдают люди Нет, на мой взгляд, ни одного Которое может сравниться с душевным и духовным мучением Которые причиняют людям бесы И если вы хотите получить какое-нибудь представление о том, что это такое Пойдите в психиатрическую больницу Я ненавижу это место Когда я представляю себе, что значит быть в стенах этого учреждения Я ходил в такие места Служил там людям Но это очень трудно Если человека лечат медицинскими и психиатрическими средствами Нельзя скрещивать шпаги с психиатрами У нас здесь на собрании была одна женщина Последний раз я видел ее в психиатрической больнице в штате Северная Каролина Меня отвел к ней ее муж И сказал, что, по-видимому, случай был безнадежным Я не помню, что я говорил ей Но я сказал ей о корне ее проблемы И она приходила сюда примерно 4 недели тому назад в субботу вечером И сказала Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сказали мне правду Вы помогли мне Я вышла оттуда, потому что вы сказали мне правду обо мне И когда я посмотрел правде в глаза, я вышла И она уже 2 или 3 года как выписалась Итак, это факты Теперь, в заключении этой проповеди Я хотел бы вернуться к Писанию Я опять хочу обратиться в этой связи к книге пророка Иоиля Которая, как я говорил на других занятиях По моему мнению, является кратким очерком о нынешнем движении Духа Святого Движении последнего времени Я говорил в предыдущих уроках, что тема книги Иоиля Разорение, восстановление и суд Разорение Это разорение всего наследия Божьего народа Однажды, когда я думал об этом служении И о том, куда оно привело меня Бог задал мне следующий вопрос Он сказал Ты проповедовал о разорении наследства моего народа много раз Ты когда-нибудь думал о том, что явилось причиной этого разорения? Я сказал Нет, Господь И понял в тот момент Это была захватническая армия насекомых И Господь сказал мне Силы врага постоянно атакуют мой народ Это бесы Это не случайность Это часть стратегии сатаны И один из великих результатов нынешнего движения Святого Духа в церкви Это изгнание сатанинской пятой колонны из церкви Церковь никогда не сможет действовать так, как предназначена ей Богом Пока внутри нее есть пятая колонна И то, что справедливо для всей церкви, справедливо для отдельных верующих Вы не можете быть тем христианином, которым Бог мог бы сделать вас Если что-то внутри вас крадет ваш мир, противостоит тому, что хорошо и истина, и беспокоит и разрывает вас внутри У вас может быть наружная победа Вы, возможно, способны вести приличную христианскую жизнь Вы, может быть, способны подавить это в себе Но запомните одно Божье решение – это не подавление Это освобождение Множество христиан подавляют в себе то, чего там вообще быть не должно Они выполняют хорошую работу, подавляя это Но это не Божье решение Теперь скалентина картину в книге пророка Иоиля Первая глава, четвертый стих Оставшиеся от гусеницы ела саранча Оставшиеся от саранчи ели черви А оставшиеся от червей доели жуки Это захватническая армия И результат этого захвата описан в конце 12 стиха первой главы Веселье у сынов человеческих исчезло И это то, что делают бесы Христианин не может иметь глубокий, утвержденный и пребывающий в нем мир и радость Пока внутри у него враг, который как насекомое подтачивает плод духа Восстановление описано во 2 главе 25 стихе И воздам вам за те годы, которые пожирало саранча Черви, жуки и гусеница Великое войско мое, которое я послал на вас Это обетование восстановления, которое идет в прямой ассоциации с обетованием излияния святого духа в конце времени И заметьте вывод, завершение которого проистекает из этого обетования об излиянии духа святого во 2 главе 32 стихе И будет Всякий, кто призовет имя Господне, спасется Бог показал мне, что часть моего служения это не молиться за каждого человека индивидуально Но наставляет людей, как они могут цариться с Божьими условиями Так, чтобы они могли призвать имя Господне и принимать освобождение прямо от Бога И это полностью соответствует Писанию Всякий, кто призовет имя Господне, спасется И теперь, в заключение, позвольте поделиться четырьмя результатами в моей личной жизни и опыте Которые я могу проследить с того момента, как я стал участвовать в этом служении Во-первых, я доказал свежесть, аккуратность и надежность Писания Бесы такие же сейчас, какими они описаны Они ведут себя так же, и с ними нужно обращаться таким же образом, и это работает Это не средневековое суеверие, и это не неведение Господь не поставил себя на уровень людей того времени, потому что Он не нашел лучших способов, и у них не было лучшего знания Все обстоит именно так, и точно так же, как это было в Новом Завете Во-вторых, Бог совершенно по-новому показывал мне во время служения другим людям Мою собственную нужду в моей личной бдительности и святости Так часто я видел, как люди, поддаваясь настроению, гневу, горечи, обиде, жалости к себе, открывали дверь злым духом Бог показал мне, как я должен охранять свою собственную жизнь И скажу вам, что, может быть, я не такой христианин, каким должен быть Но я сегодня гораздо ближе к Господу, чем когда я только вошел в это служение Я прикрыл очень много прорех в моей кольчуге В-третьих, я по-новому понял значимость креста В духовном мире динаминации не стоят ничего Ярлыки совершенно не важны Единственное, что имеет значение в духовном мире, это то, что Христос сделал на кресте Его пролитая кровь, Его смерть, воскресение и то, что это означает для верующего И в-четвертых, я должен восхвалить Бога и воздать Ему славу за то, что смог помочь буквально тысячам людей Которым я не мог помочь до тех пор, пока Бог не показал мне тех истин, которыми я делился с вами Субтитры создавал DimaTorzok